Всем привет! Сегодня распаковочка посылки для таких же людей, как и я, у которых есть старый фотоаппарат, но нет желания покупать целую тонну батареек. И да, пробовать этот адаптер мы будем на фотике Coolpix L610. Почему на нем? Да, просто потому, что он есть у меня под рукой. Открыв посылочку, мы видим, что сам адаптер дополнительно никак не защищен, только пакетик. Так, это у нас одна типа батарейка, на ней написано, что она не для зарядки и имеет размер типа 2А. И указана полярность с значками плюс и минус. На ощупь пластиковая, но имеет металлические вставки. А это вторая часть адаптера, также пластик и металлические вставки. Но здесь уже есть проводок, кстати, он 1 метр. И преобразователь нашего питания с USB-выходом. На наклейке указано, что мы получаем на входе 5 В и 2 А максимально, а на выходе 3 В и 1,5 А. У продавца есть разные варианты, от 1,5 В до 6 В. Цена адаптера плюс доставка 2,26 бакса. Есть даже сразу с переходником на тип С, для новых камер. Ну и конечно же кабель подлиннее, на 2 метра. А вот и наш герой, вот такой вот фотик. На нем мы и будем пробовать. Теперь поставим наши штучки в камеру и посмотрим, как она работает. Если работает вообще. Закидываем муляжи, соблюдаем полярность, как на обычных батарейках. Отверстие сбоку в переходнике не подходит. А если так? Тоже нет. А если развернем и пустим проводок поверху? Тоже нет. Будет передавливаться. И думаю, так он долго не проживет. Значит, немного его подшаманим. Ну, как-то так. Теперь можем пустить провод повыше. Ну что, ставим? Закрываем. Защелкиваем крышечку. О! И провод там, где нужно. Выходит через специальное отверстие для провода. Это отверстие значит, что сюда было предусмотрено питание от сети с завода. Но этот проводок в комплекте не идет. Да и стоит космических денег, как для проводка. Берем пауэрбанк и будем пробовать включить фотоаппарат. Кстати, кто узнал, что это за банка, пишите в комментариях. Я позже сделаю на него обзор с распаковочкой. И расскажу, как он себя проявил спустя некоторое время после активного пользования. И момент истины. Нажимаем. О, экран загорелся. Это уже хорошо. Давайте сделаем фотку. Зачем же еще нужен этот аппарат? Работает. А теперь с вспышкой. Тоже работает. А то я читал, что при вспышке ему может не хватать энергии. Нет, все работает четко. Естественно, все ссылки будут в описании. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. И кому интересно, как сделать такое своими руками в домашних условиях, пишите. Тоже в комментариях. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok